Ренессанс Корр как направление в моде представляет собой возрождение и интерпретацию стиля эпохи Возрождения в современном контексте. Этот стиль характеризуется богатством тканей, сложностью силуэтов и вниманием к деталям, черпая вдохновение из одежды, которую носили в 14-17 веках. Всем привет, с вами Юля, создатель бренда Julli F. Это новое видео о моем самом любимом стиле, Ренессанс Корр. Именно о нем мой бренд, именно в таком настроении оформлен мой шоурум, где главным героем является столетний шкаф, а мои гости, например, как глядятся в огромное зеркало в золотом багете. Я горжусь своей разработкой в виде камзола, где верхняя часть вдохновлена эстетиками любимых мной мушкетеров, а низ старославянские мотивы. Я создавала гобеленовые корсеты еще лет 10 назад, когда они не были на пике своей популярности. В общем, веду этот выпуск в невероятной любви и полностью в своей тарелке. Кстати, если вам понравится какое-либо изделие бренда Julli F, обязательно пишите мне личное сообщение, абсолютно не важно, из какой вы страны, потому что доставка, возможно, в любую точку мира. Эпоха Возрождения была периодом культурного и художественного расцвета в Европе, начавшемся в Италии в конце 14 века и распространившемся по всей Европе в течение следующих столетий. Этот период ознаменовался возвращением к античным идеалам и увеличением интереса к человеческому телу и его красоте. В моде того времени отражались эти изменения. Одежда стала более сложной и декоративной, использовались дорогие ткани и богатая вышивка. Современный стиль ренессанс-кор начал формироваться в конце 20-го, начале 21-го века как реакция на минимализм и стремление к более выразительным и эстетически насыщенным формам. Возврат к историческим стилям стал способом выразить индивидуальность и подчеркнуть связь с культурным наследием. Одежда ренессанс-кор отличается сложными и объемными силуэтами, такими как корсеты, пышные юбки, многослойные платья и накидки. Часто используются конструкционные элементы, которые помогают создать форму и объем, напоминающие одежду аристократов эпохи Возрождения. Основные материалы включают бархат, шелк, атлас, парчу, кружево. Эти ткани не только создают визуально привлекательные наряды, но и подчеркивают роскошь и элегантность стиля. Вышивка, бисероплетение, золотое и серебряное шитье, а также декоративные ленты и банты являются неотъемлемыми частями одежды ренессанс-кор. Украшения могут включать мотивы природы, мифологии и геометрические узоры. Цвета варьируются от насыщенных и темных тонов, таких как изумрудный, бордовый, сапфировый, до более светлых и пастельных оттенков, таких как кремовый, бледно-розовый, золотистый. Такая палитра позволяет создавать как драматические, так и нежные образы. Важную роль играют аксессуары, украшения из драгоценных материалов и камней, перчатки, шляпы, веера, плащи. Особое внимание уделяется головным уборам, таким как вуали, тюрбаны и украшенные драгоценностями ленты для волос. Современные дизайнеры часто экспериментируют с элементами ренессанс-кор, сочетая их с современными тенденциями и технологиями. Это может включать использование принтов с изображениями картин эпохи Возрождения, внедрение светодиодных элементов в одежду или создание модных коллекций, вдохновленных историческими костюмами. Многие дизайнеры высокой моды, такие как Дольче Габбан, Александр Маккуин, Гуччи, часто включают элементы ренессанс-кор в свои коллекции. Они создают роскошное платье с корсетами, длинными шлейфами, сложной вышивкой. В уличной моде элементы ренессанс-кор проявляются в использовании бархатных жакетов, блузок с кружевными вставками, юбок с многослойной отделкой и массивных украшений. Ренессанс-кор также активно используется и в кино, сериалах и музыкальных клипах. Например, костюмы в фильмах и сериалах о королевских династиях часто выполнены в этом стиле, создавая атмосферу исторической достоверности и роскоши. Ренессанс-кор в моде представляет собой богатое и многослойное направление, которое позволяет воплотить в одежде величие и изысканность эпохи Возрождения. Этот стиль предоставляет возможность современным дизайнерам и модникам выражать свою индивидуальность и связь с культурным наследием через сложные силуэты, роскошные ткани и богатые декоративные элементы. Пишите свое мнение в комментариях по поводу стиля, который мы сегодня с вами обозревали, а также о какой эстетике вам было бы интересно послушать в следующем выпуске. Напомню, что на канале есть ролики о других стилях, бога, старые деньги, я обозревала моду других народов, а также на канале вы найдете большое разнообразие полезного и интересного контента. Спасибо, что досмотрели до конца, всем прекрасного настроения и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok